привет всем друзья привет всем друзья мой вот матвей ко мне в гости приехал три косаря сожгли которые типа я должен михалыча да видео вчера записывали сегодня записывали и уже одно смонтируется думаю что может ночью выкинул youtube может быть завтра выкинул как-то вот так вот погода в красноярске дерьмовая поэтому нелетная поэтому поэтому отдыхаем до сколько он у меня день всего с ним ну да ночи посидели немножко в летнем кафе да потом по городу покатались ну все потом домой поехал с девушкой и все привет привет да дело в норме нормально работаем отдыхаем все хорошо но это не только вадюшина соседка но и моя так как мои родители живут во дворе вот вместе и вадюши и родители а вот все нормально насчет стрима вот этого где вадик там соседкой я говорю что это соседка не только вадика но и моя у меня родители живут тоже в этом же дворе вот очень нехорошо нехорошо так по отношению к людям ну как я с ней могу зажигать она для меня просто ну соседка я не знаю во первых старше меня типаж такой женщины не в моем вкусе я люблю намного моложе девушек поэтому это это вадиковский типаж он любит собирать всякий блядь не знаю бабушек всякий нет мы с ним не пересекались он кости звонил но мы не знаю может кости с ним как-то не захотел встречаться может михалыч я не расспрашивал михалычном своя жизнь у кости своя у меня своя с михалычем как помирились ну так шутя помирились но он три тысячи из доната получил как бы и все я к нему отношусь нормально хорошо прекрасно поэтому но это он ради хайпа видимо запил эту тему насчет этих трех тысяч вот как-то так ну и у костика прекрасный канал и костик может спокойно без михалыча обходиться поэтому кость очень такой одаренный человек но благодаря людям которые начали писать там письма в его организацию что мол не знаю как там хейтеры михалыча по моему у хейтеров нет ни лица ни души блять не знаю ничего михалыча не лишила еще чьи-нибудь просто есть такие люди которые в этом я считаю что это зависть людская больше это никак но пока я в москву не планирую сейчас вот у меня работа началась непотрясная с отпуска вышел пока сейчас не могу загадывать ну хотел куда приехать москву я думаю мой может быть даже но это будет где-то до нового года имеется ввиду осень начала зимы с летом я не смогу попасть у меня работал ну насколько я слышал что там уволили людей и уволили машиниста и потом у них был до всех увольняли но если честно да я как бы и михалыч это сейчас мало смотрю редисона мало смотрю кости сейчас видео не не выпускает но его видео я смотрел но я чисто из-за принципа не смотрю их каналы я не говорю что они плохие они хорошие то есть но я из-за принципа но это еще на свои соображения да 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 говорите говорит я не знаю что вова она вообще по-моему она пола а вова еще раз чудо связь обрывается игру что уловы маленький ребенок поэтому снимается меньше на канале уделяет время больше семье смысле да у меня тоже было видео там с девушкой и тоже на меня хейтеры пожаловались и мне запретили на полгода делать стрим поэтому вот как то так все-все страдаем от хейтеров поэтому вот как то так все-все страдаем от хейтеров спасибо я считаю ребята это кризис мировой если бы точек если бы кто-нибудь видел как марик сидит здесь в брусселях матвей смеется ну мне кажется кризис кризис у всех и кризис информацию да если можно конечно называть доходом это какие-то слезы но раньше больше был да сейчас меньше потому что меньше видео снимаю немножко некогда мне немножко раздренился поэтому там у меня невеликий доход у меня чисто нет да я тоже работал ну судя по тому что после как костя бухал каждый день мне кажется он москву не хотел он сам же красноярец он родился здесь него родители здесь живут в нем очень много друзей и знакомых в красноярске поэтому ну и конечно в москву тоже хотелось уже последние дни он говорит ой уже хочу в москву не снег уже растаял причем после девятого маха еще два раза выпадал а днем растаял сейчас вот нету снега на сегодня утром просыпал проснулись снега немножко было опять но днем температура градусов на на 12 тепла снег тает сегодня уже и дочь был тут же резко континентальный климат красноярский может быть с утра снег в обед уже плюс 30 поэтому как-то так у нас всегда на первом мае выпадает снег мы конечно в таком количестве на 1 мая и бывает на 9 мая снег выпадает а бывает даже заморозки на отсветение черемухи у нас в июне ну красноярске да снег сильный был деревья деревья повалили потому что погода и теплая в то же время поналипла на все это дело они знают для сибиряков это не снег мне кажется мне кажется американцев уже давно жизнь самоубийством покончили после этого всего таиланде очень хорошо я бы еще даже поехал бы туда но так как рубль в два раза обесценился дороговасто выходит поэтому надеемся на лучшее я вот первый раз за границу поехал мне понравилось мне понравилось хотя раньше таиланд был самая дешевая страна обошлась поездка где-то вместе с путевкой там ну около 100 тысяч рублей на 10 на 9 ночей в курсе в курсе курсе я даже у него спрашиваю чё правда правда нет ну не всех конечно ну там чё там акулья мясо там такая я сильно там морских гадов там вот как они ну большая крапка креветка они чуть дорогие там там цены я даже вот скажу честно да зашел захотел супчиков зашел узбекское кафе покушать ну короче узбекский суп там с лапшой короче получил 190 бат на наши деньги это было 3 400 ну 20 430 рублей как бы там пиалочка такая маленькая ну не не дешево там все очень не дешево нет у меня были завтраки то есть утром завтра и все там завтраки там светский стол да сколько хочешь столько ешь там захотел тебе яичницу приготовить захотел омлет там а так все очень вкусно все мед там тайский мед очень вкусный но среди дня конечно питался кафешках там чулки паттайя ну не дешевый скажем так курорт поэтому кафешки да в основном кафешки все включено не знаешь как путевку бы стоило и наоборот потолстил после таиланда не говори ребят ну ладно пойду я уже спать завтра на работу с утра у нас уже времени двадцать две минуты двенадцатого поэтому спокойной ночи вам спасибо то что пригласили меня ну и удачи вам всем